Всего это 9 дней, и все, я начал пить. Был сюда 4 килограмма веса, метр 90, а потом в зеркало смотри, кто это, это я, 85 килограмм. Так нередко начинается история тех, кто оказался без крыши над головой. В прошлом и хоккеист, и музыкант Александр Пестряков остался на улице, когда под шофе продал свою квартиру 7 лет назад. В то время 250 тысяч. Надо было мне деньги взять, положить или в банк, или в старшему брату. А мне было уже. Спустя несколько лет с Китани он пришел в центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. В народе именуемым просто, как центр для бомжей. Правда, находиться здесь круглосуточно нельзя, это только ночлег для таких же бездомных, как и он. Это, конечно, ночлег, который включает в себя двухразовое горячее питание, ужин и завтрак. Затем мы помогаем восстанавливать паспорта, СНИЛСы, ННН, медицинские полюса. Иногда приходится восстанавливать гражданство. Бывают у нас и такие случаи. Здесь, в центре, бездомные принимают душ, надевают все чистое и отдыхают. Правда, в 8 утра постояльцы должны покинуть теплые кровати. Так, до 16 часов дня кто-то трудится на работе, убирает дворы, кто-то просто бесцельно гуляет. Пенсионеры, чтобы скоротать время, нередко вполне культурно проводят досуг, ходят в кино. Антонина Геннадьевна взялась даже за лечение зубов. Деньги накопила с пенсии. Два года назад женщина попала в центр, когда сбежала от собственной дочери, которой, уверяет бездомная, нужна была только пенсия. Дочь пыталась уговорить Антонину Геннадьевну вернуться домой. Но третий лишний, уверяет пенсионерка. В центре она нашла не только приют на ночь, но и по-настоящему родных людей. С мужчиной здесь общаюсь с одним, как друзья мы с ним. Время у него есть, значит, мы встретились. Летом на речке с ним вдвоем пропадаем целыми днями. Ну, зимой сейчас не походишь, только сидим. Ну, поддержка душевная есть у меня. Моральная есть поддержка. Материально не надо. В центр ежедневно приходят не меньше 50 человек. В суровые зимние морозы все 72 койки заняты. Но и других пришедших не выставляют на мороз, а оставляют в коридоре. Здесь, как-никак, теплее. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.